Главный приоритет в работе городских властей – национальные проекты и пожелания жителей Самары. Возможности для их реализации у города есть. Увеличиваются объемы промышленного производства и розничной торговли. Впервые за последние годы отмечен рост инвестиций в основной капитал, а вместе с этим в городском бюджете появляются дополнительные доходы. 2019 год прошел под эгидой национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путином. Он был очень насыщенным и плодотворным. Благодаря активному участию в национальных проектах и региональных программах четкому администрированию собственных доходов бюджета нам удалось привлечь значительный объем финансирования и построить большое количество новых долгожданных объектов, запустить важнейшие процессы, которые уже приносят заметные результаты. Долгое время жители микрорайона Новая Самара мечтали, чтобы у них в шаговой доступности была школа. Им приходилось возить детей на учебу в поселке Мехзавод и Крутые Ключи. И вот в 2019 году их пожелания осуществились. Началось строительство образовательного учреждения на 1200 мест. К концу 2020 года школа уже примет учеников. После капитального ремонта открылась и школа номер 46 на улице Советской Армии. А чтобы ее разгрузить, подготовлен участок для строительства школы на пятой просеке. В детских садах создано 1695 новых мест, из них 765 ясельных. Построены два детских сада на Ташкентской и Алматинской. Систему вернули два здания на проспекте Карла Маркса и улице Нововокзальной. Стартовало также строительство детского сада в микрорайоне Волгарь. Пять помещений приобрели в городе для ясельных групп. Город развивается. Строится новый микрорайон. Безусловно, мы этому очень рады. Но отдаем себе отчет в том, что городская инфраструктура должна успевать за изменениями. Мы ведем активную работу по возврату в муниципальную систему зданий и детских садов, школ, социальных объектов. И благодаря поддержке губернатора, участию в национальных проектах, объем средств, которые мы направляем на строительство и приобретение новых зданий, открытие дополнительных групп, возрос в разы. Почти все муниципальные предприятия отработали год с прибылью, а значит, повышается не только финансовая эффективность, но и качество обслуживания населения. На баланс инженерной службы Самары вернулись 26 котельных, что устранило проблемы с подключением к теплу 400 домов в разных районах города. В прошлом году капитально отремонтировали 15 спортивных сооружений. У атлетов таким образом появились дополнительные места для тренировок и, как следствие, новые награды. Более 600 медалей привезли самарцы со всероссийских соревнований и более 60 с международных. Новые возможности открываются и в сфере культуры. В городе открылись две модельные библиотеки. Капитально отремонтировали ДК «Октябрь», начали восстановление Дворца культуры на площади Кирова. Впервые за последние 40 лет в Самаре открыли новую детскую школу искусств. Продолжается благоустройство дворов и общественных пространств. Обновляются коммунальные сети, контейнерные площадки, дороги и парк муниципального транспорта. В Кубышевском районе началась модернизация очистных сооружений. Вот в эксплуатацию в 2020 году станция ультрафиолетового обеззараживания позволит полностью уйти от технологий холорирования, в результате чего сброс хлороорганических соединений в Волгу будет полностью исключен. Город также реализует программы поддержки малого бизнеса, социальной сферы, туризма, молодежной политики и демографии. Я бы хотел, Елена Владимировна, вам высказать слова благодарности и поддержки вам, вашей команде большой управленческой нашего города за ту ежедневную, очень такую непростую работу, которая ведется на благо нашего города. Во-первых, совместная работа. Это очень важно. Не поиск каких-то компромиссов, противоречий, а плодотворная ежедневная совместная работа. Но, естественно, не останавливаться на достигнутом. Вы же видите, это не разовые какие-то прожитерские мероприятия, это серьезная фундаментальная работа. И сегодня депутаты закрыли прошедший финансовый год, утвердив окончательные параметры бюджета 2019. Олег Зверев, Василий Калташов. События.